И первым докладчиком будет доктор Зук из Института онкологии Западной Швейцарии, Южной Швейцарии. И он суммирует текущий статус событий по агрессивным лимфомам, то, что было принято на Луганской встрече. Это очень упрощенное обобщение моей презентации по биологии лимфом. Большая часть терапевтических усилий направлены на новые терапевтические подходы. У нас также было несколько презентаций по использованию ПЭД и использованной лучевой терапии при агрессивных баклечных лимфомах. И также были презентации, посвященные нерешенным проблемам в лечении агрессивных лимфом. И мы сейчас поговорим только очень коротко о возможной необходимости различных методов терапии. Для, в целом, беркет-подобных диффузных агрессивных лимфомах. Давайте перейдем к биологии. И на пленарном заседании эта презентация, посвященная определенному биологическому пути между баклечным рецептором и IP88 в баклечных лимфомах, диффузных баклечных лимфомах. Он был представлен Райаном Янгом из группы листафа. Как вы, скорее всего, знаете, диффузные баклечные лимфомы типа АБЦ подразумевают мутацию MIT-88 И один из типов CD-79 не отвечает на терапию брутинивым, в то время как пациент с давленой мутацией хорошо отвечает на эту терапию. И было предложено, что может быть функциональное взаимодействие между баклечным рецептором и MYD-88 путем. Это было в презентации доктора Райана Янга в ICML. И я вам покажу, что случай с двойной мутацией на самом деле в этом случае происходит образование некого суперкомплекса внизу по сигнальному пути на сигнальному пути баклечного рецептора. И это может воздействовать на экспрессию определенных генов. И этот комплекс является причиной того, что существует постоянно повышенная экспрессия NFK-PB и особенная чувствительность пациентов с двойной мутацией к ибрутинибу. Это их причина. Кроме того, в будущем это может быть применяется в качестве биомаркера для чувствительности ибрутинибу, что, возможно, наиболее важный клинический вывод из данной презентации. Давайте перейдем к монотерапии. Было две награды, которые были выданы во время конференции профессора Ши из Бостона и профессора Леви из Стэнфорда. Рональд Леви, это один из пионеров антидитипической вакцинации в качестве терапевтической стратегии при лимфоме. И профессор Шип ее лекция напрямую касалась, в основном, касалась возможности использования педиван-пути для терапии лимфом, при терапии лимфом. Как вы наверняка знаете, блокирование педиван может блокировать путь ухода от иммунной системы, которая использует опухоли. И при хошкиной лимфоме хошкиной первичной медицинальной либо клещенной лимфоме это первичная генетическая причина резистентности, потому что леган педиван экспрессируется, усиленно экспрессируется или амплифицируется в связи с определенными генетическими изменениями на 9-й хромосоме коротком плече. Редчип выявила механизм в ее презентации по повышенной экспрессии леган педиван при лимфомах. Этот механизм может относиться к изменению числа копий хромосомной транслокациям и вирусным инфекциям. Изменения числа копий генов и транслокаций хромосом. Это особенно типично для мифомы Хошкина, первичной медицинальной либо крупноклещенной лимфоме. И недавно она была также описана для первичных лимфом ЦНС и дистикулярных лимфом. Почему у нас есть подавляющие сигналы от педивана в нормальной иммунной системе? Это физиологическая посредственность в подавлении иммунного ответа после элиминации инфекции для того, чтобы ограничить силу иммунного ответа и избежать повреждения тканей. И также создать иммунотолерантность в тех случаях, когда это требуется. Тем не менее, некоторые из клеток, которые инфекционируются вирусами, например, клетки, инфицированные вирусом Эпштейн и Барр, они используют этот путь для того, чтобы уйти от воздействия иммунной системы. И блокирование ПД1 позволяет восстановить активность иммунной системы, направленную на лимфому. И это исследование, которое было представлено в Луганах, и представляется промежуточный анализ исследования второй фазы пимбролизумаба и ингибиторопидиона при первичных медицинальных лимфомах. Как уже было показано ранее, при первичных медицинальных лимфомах, также при лимфомах Ходжкина, присутствует амплификация мишени элегандопидиона. Что обосновывает терапию в данном случае. И также в предварительном исследовании первой фазы была показана активность премиазина. Исследование КИНОТ-170 в него включались пациенты с первичной резидентной или рефракторной или рецидивирующей пациенты с первичной медицинальной бакаличной лимфомой. Некоторые из них были среди виседивы после трансплантации. Они получали 20 мг пембролизумаба ежедневно в течение двух недель. Через 21 неделя при полном ответе можно было отменить терапию. Как вы видите при промежутом анализе в целом оценка ответа показывает, что было много новых ответов и в значительном случае мы видели сокращение ухолимасы более чем на 50%. Примерно в 70 случаев наблюдалось какой-то клинический эффект. что важно отметить активность наблюдалась либо у пациентов которых ранее наблюдалось среди после аутотлогичной трансплантации либо пациентов которые не могли получить по каким-то причинам аутотрансплантацию и токсичность была относительно допустимой не было смертей связанных с терапией и только одного пациента пришлось отменить терапию из-за побочных эффектов терапии здесь показан клинический случай изображения полная ремиссия после применения бембролизумаба это сильно предлеченный пациент который получил терапию под возможности для рефракторных резистентных пациентов пациентов с рецидивом хотя это достаточно редкий подтип диффузной бакликунаргической лимфомы потому что эти пациенты обычно хорошо отвечают на терапию более чем 90% пациентов могут получать хорошую длительную ремиссию со стандартной химиотерапией иммунотерапией и лучевой терапией в то время как прогноз пациентов которые не отвечают на терапию особенно неблагоприятный и часто не дается их спасти с помощью аутотрамплантации мы также представляли потенциальный подход для выявления на ранних стадиях пациентов которые могут не ответить на стандартную терапию с помощью ПЭТ анализируем функциональные параметры ПЭТ в этой популяции здесь представлена презентация доктора Чавьяни из инфраструктальной группы в изучении экстранодальной лимфомы которая показала что метаболическая гетерогенность по результатам ПЭТ первичных инфраструктальных лимфом которая видна часто и представлена в данном случае здесь вы видите различные поглощения метаболической активности метаболической хитерогенности одно и то же пациента есть участки низкой метаболической активности есть участки более высокой метаболической активности в опухоли И я не буду описывать подробности, как это вычисляется, но то, что было явно видно, что пациенты, у которых есть высокая метаболическая активность, точнее гидрогенность, метаболическая активность, участки высокой и низкой метаболической активности, у них результаты были очень плохими. И мы сочетали данные о полном гликолизе, это побочная величина потребления глюкозы в объеме опухоли, и степень метаболической гидрозины, гидрогенности. И видно, что можно из этих параметров получить очень хорошую, предиктивную величину, позволяющую предлагать хороший проход прогноз и выявить группу пациентов, которые должны получать немедленно иммунотерапию, например, ангибиторомпедилан. И давайте опять вернемся к иммунотерапии и поговорим о двух исследованиях, которые исследовали карты клетки, клетки с геноинжинированным, так и леченым рецептором, для терапии резидентных рецидивов диффузной бакликтуры, противостоинственных лимфом. И, как вы знаете, это подход, который показывает генетический инжиниринг для клеток с образованием химерного рецептора, направленным на то, чтобы клетки атаковали клетки, презентирующие определенные рецепторы, в данном случае CD19, на своей поверхности. Это еще один способ характеризовать, собственно, всю популяцию B-клеток. И первое исследование ZOOM-1, которое использовала клетки компании Kite с инжиниринговым кличным рецептором, было представлено группой исследователей из США. И к конечной точке исследования был процент достижения ремиссии. И в данном случае 50% пациентов достигли ремиссии. И, как вы видите, ответы были также достаточно длительными. По сравнению с перспективными исследованиями, которые собирали данные, нескольких клинических исследований и нескольких популяционных анализов, в которые входило более 400 пациентов, первичных инжиниринговых лимфомах, видно, что выживаемость в рамках исследований ZOOM-1 гораздо лучше. Тактичность была также достаточно важным вопросом. В данном случае, посвященном исследовании карты клеток, у 40% пациентов были определенные гематологические побочные эффекты. Также у 20% пациентов были неврологические симптомы, была неврологическая симптоматика. Несмотря на то, что эта симптома тактичности обычно была обратимой, она была достаточно выраженной, поэтому необходимы определенные подходы к данным проявлениям тактичности. Второе исследование — это исследование Джуэля. Использовались другие карты клетки, направленные на CD19. В рамках исследований также был получен хороший процент ремиссии. Но он был ниже, чем в предыдущем исследовании. Как вы видите, длительность цвета такая же. Также были определенные проявления токсичности. Например, синдром высвобождения цитокинов в 60% случаев. И практически в 30% был достаточно тяжелый синдром высвобождения цитокинов. Также была токсичность, связанная с поражением ЦНС. У 20% пациентов. И несмотря на эффект, эффективность терапии, достаточно высокую, опять-таки здесь наблюдают серьезные проявления токсичности. И заключение, которое было представлено Донатом Фридбергом, основное сообщение, были следующими. Он подчеркнул, что несмотря на активность терапии, нам все равно необходимо понять, как лучше справляться с токсичностью данного подхода. И также он подчеркнул, что до сих пор непонятно, почему результаты двух исследований были такими разными. Две дополнительные презентации были посвящены использованию лучевой терапии. Первая была представлена французской объединенной группой, которая рандомизировала пациентов с ранним немассивным поражением между получением ЧОП-14 и ЧОП-14 плюс лучевой терапии. После четырех циклов было проведено сканирование, и пациентам с частичной ремиссией проводилось два дополнительных цикла химиотерапии. Лучевой терапии давалось в дозе 40 ГРИ. И в ветвь Арчоп попало 160 пациентов, и Арчоп с лучевой терапией также 160 пациентов. Как вы видите, в обоих случаях беззабытийная выживаемость, отцовной параметры и общая выживаемость не различались статически значимо между двумя группами. Также медиана времени до рецидива значительно не различалась. Также не различалось число смертей. Итак, выводами были следующие. Прогноз прекрасен. И нет преимущества от применения лучевой терапии у пациентов, которые пойдут негативно после четырех циклов химиотерапии. Потому что добавление двух циклов химиотерапии дополнительных к пациентам, которые находятся в частичной ремиссии, также позволяют добиться результатов таких же, как их позволяет добиться применения такой терапии пациентов в полной ремиссии. Второе исследование было выполнено немецкой группой изучения диффузной бакропаткетченной лимфомы. Опять использовалось очень похожий дизайн протокола. Рандомизировались пациенты, направляющиеся в группу лучевой терапии, и пациенты, которые не получали лучевой терапии после учеб-14. И в этом случае пациенты с значительным объемом опухоли не наблюдалось какой-то разницы. Как вы видите, красная и зеленая кривая — это негативные, позитивные пациенты. Получавшись лучевой терапии, и немножко неправильно работает файл, тем не менее, основное, что можно увеличивать в исследовании, это то, что можно не проводить лучевую терапию и опыт негативных пациентов, несмотря на исходный большой объем опухоли. Потому что наблюдается снижение 40% по сравнению с предыдущим исследованием у пациентов, которые получали лучевую терапию, и результаты одинаковые. И в данном случае наблюдаются достаточно сравнимые результаты исследований, двух исследований французского и немецкого в том, что касается использования лучевой терапии. И последнее из того, что хотелось бы подчеркнуть. Это может ли быть подгруппа пациентов, у которых необходимо выполнить что-то дополнительное в отношении к R-ЧОП. и было выполнено исследование R-MODEL-B. Это перспективное разумеизированное исследование по исследованию транскриптованного профиля, которое позволило бы понять и дает какие-то преимущества добавления к R-ЧОП-бартазамибе. И результаты выявления подтипа лимфомы были представлены профессором Дэйвисом. И вы видите, что не было значимой разницы у пациентов, которые получали или не получали бартазамиба дополнительный R-ЧОП в трёх подтипах. АБТ, гимнальная лимфома, гимнальная центр и неклассицируемая диффузная бакруппо-клеточная лимфома. Беспрогрессивная выживаемость была одинаковая для пациентов, получавших бартазамиб и его не получавших, так же, как и общая выживаемость. И не было разницы между при анализе индивидуальных подтипов лимфомы. Как для бессобытийной, так и для общей выживаемости. Как вы видите на данном слайде, в общей популяции с баклечной герминальной лимфом герминальных центров она обозначена зелёным, неклассицируемая жёлтым и баклечная лимфома красным. Здесь нет разницы без прогрессивной выживаемости. Тем не менее, при изучении случаев лимфомы, баклечной лимфомы герминального центра, их отделили, разделили центры, разделили случаи с типичной молекулярной картиной и фенотипа, похожая на бергет-лимфому, вы видите значимую разницу в этом случае. Итак, в данном исследовании приближенное добавление бартозамиба не изменило результаты общей популяции в рамках протокола. Тем не менее, исследование показало, что существует подгруппа пациентов, так называемого пациента с бергет-подобным фенотипом, молекулярным фенотипом, где добавление бартозамиба позволяет значимо улучшить результаты. И, возможно, дальнюю ситуацию следует изучить дополнительно. ее нужно изучить в рамках перспективного исследования. И большое спасибо за внимание. Я надеюсь увидеть вас в следующей луганской конференции. Большое спасибо. Большое спасибо, Мануэль. В конце здесь у нас будет небольшое время для обсуждения, но если есть срочный вопрос в данный момент, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, то вы увидели, что технологии становятся все более важными, и также ПЭТ играет все больше роли при агрессивных лимфомах. Продолжение следует...